В знаковом событии в мире боевых искусств, проходившем под эгидой Международной Федерации каратэ в доспехах, приняли участие более 300 спортсменов из 10 стран, включая 6 спортсменов из Южной Осетии. Им удалось занять призовые места. Владимир Кабисов и Нинацхавребова заняли третьи места, а Арман Бетев стал победителем чемпионата. Тренер остался довольным результатами подопечных. Впервые участвовали на таких соревнованиях. Наши ребята показали себя очень достойно. Самые зрелищные поединки были у наших ребят. Когда Бетев Арман дрался, то можно сказать, что спортивный комплекс стоял на ногах. За нас болели все. Это было очень приятно человеку, потому что поединок был очень зрелищный, очень красивый. Хочу поблагодарить президента, который нам оказал материальную помощь, и нашим родителям, которые нам помогли в материальной помощи. На пути к золотой медали Арман провел две зрелищные схватки в весовой категории до 80 килограммов. Провел два боя. Первый бой мне больше всего понравился самому, потому что соперник был достойный. А так, второй бой мне самому не очень понравился, потому что соперник отворачивался, убегал, все делал, чтобы поединок был грязный. Арман впервые принимал участие в чемпионате мира. Рассказывает, что к соревнованиям готовился усердно. На протяжении долгого времени я готовился, был хорошо готов, и поэтому в этом поединке мне было не так тяжело. И победа далась мне легко. Все, что мне далось достичь, это благодаря тренеру, благодаря команде, потому что она очень большое влияние на меня оказывает. В спортивной программе приняли участие лучшие представители этого вида боевого искусства. Выступали спортсмены различных возрастных категорий. Соревнования такого уровня являются не просто возможностью показать свое мастерство, но также ступенькой к большим достижениям в спорте.